ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 Много уже. Выкинули и все такое прочее. А вы прям реально учились в техникуме? В одной группе. В нашем строительном техникуме. То есть я его знаю 30 лет без малого. Трагедия произошла вот в этом 14-м доме по проспекту Химиков. Мужчина выпал из окна 8-го этажа. Шансов выжить у него не было. Медики констатировали смерть, а полицейские продолжили работать. Как оказалось, супруга созванивалась с мужем незадолго до трагедии. Но роковой случай не дал им встретиться. Когда женщина вошла в квартиру, то услышала шум на кухне. После чего она увидела табуретку, которая валялась на полу, и распахнутое окно. На место происшествия выехала следственная оперативная группа нашего управления. Сотрудники полиции установили личность мужчины. Им оказался 44-летний местный житель, который проживал по данному адресу со своей гражданской супругой. По версии следствия, 44-летний мужчина встал на табурет и попытался дотянуться до антенны. Но не смог удержать равновесие. Табурет упал, а мужчина выпал из окна. После всех проведенных проверок уголовного дела, скорее всего, возбуждать не будут. Оксанур Комаров, Рафаэль Ракипов, Новости НТР. Полицейские ведут поиск злоумышленников, которые на днях угнали автомобиль. Его, кстати, нашли. Ладу Приору обнаружили в лесополосе по улице Лесная. Об этом рассказала в социальных сетях хозяйка автомобиля. Напомним, инцидент произошел 25 октября. Неизвестные похитили машину во дворе дома химиков 76Д. Угнанную легковушку горожане видели на улицах города, а сегодня в интернете появилась съемка с камер видеонаблюдения. На ней видно, как двое молодых парней на угнанном авто подъехали к амбару на мера. Поисками злоумышленников сейчас занимается полиция. Нижнекамцам предлагают выбрать единый вариант освещения пешеходных переходов. Этот проект реализуют в рамках 50 идей к юбилею города. Временные конструкции уже установили на пяти точках города. Яна Чупахина увидела, какие они светлые пешеходные переходы. Осветить пешеходные переходы – одна из десяти самых популярных идей, предложенных нижнекамцами в рамках народного проекта «50 идей к юбилею города». Воплощать ее в жизнь уже начали. Выбрали самые опасные участки Нижнекамска. Например, на улице Мурадьяна напротив церкви. На данном пешеходном переходе установлены светильники мощностью 150 ватт. Установлены светодиоды с линзами. Два светильника мощностью по 150 ватт. Есть другие светодиодные переходы. В частности, проспект Химиков, остановка Вакитова. Там установлены четыре светильника светодиодных, каждый мощностью 115 ватт. Освещены теперь пешеходные переходы на проспекте Вахитова около торгового центра «Эксель», на улице Юности рядом с УВД, на остановке Вахитова на проспекте Химиков и напротив клиники содействия. А это пешеходный переход на проспекте Мира. Он находится рядом со школой, его часто переходят ученики. Теперь даже если школьник одет в темной одежде, без света возвращающих элементов, его очень хорошо можно увидеть на дороге. Опять же, меньше волнения для родителей. Конструкции, на которых крепятся светодиодные прожекторы с линзами для большей яркости и направленности, практически не отличаются. Разница в основном в мощности ламп и их производители. А еще и в расположении. Разобраться в этих тонкостях под силу разве что специалисту. Так что для горожан главное – результат. Сразу заметно сам водить. Водить его сразу, когда он умеет, сразу заметно. Томное время. Раньше было совсем темно, наверное, да? Вот эти фонари все равно, что-то давали все равно. Ну, нужное дело, не нужное, как у вас? Нужное, нужное, да. Да, конечно, это нужное дело. Во-первых, видит водителя очень хорошо. Во-вторых, ну и пешеходам тоже отлично видно, где переходить дорогу. Специалисты подчеркивают, это временные конструкции. Постоянные установят только после того, как горожане оценят, где освещение более эффективно и удобно. И выберут лучший вариант. У меня нет никаких предпочтений, что жители определят, где лучше. Те светильники будем устанавливать. Своё мнение по поводу освещения пешеходных переходов можно сообщить на сайте СМИНК. Собака.мейл.ру или по телефону 423801. Яна Чупахина, Евгений Лызаев, Новости НТР. Пятилетний ребёнок пострадал в автобусе. Инцидент произошёл у остановки рынок по улице Мензелеева. Водитель НЕФАЗа совершил экстренное торможение. На тот момент в автобусе находилось 7 пассажиров. Пятилетний ребёнок упал и получил сотрясение головного мозга, а также закрытую черепно-мозговую травму. Мальчик был доставлен в больницу. С начала года с участием автобусов произошло 12 ДТП, где пострадали пассажиры. Из них лишь 4 инцидента по вине водителей. Сотрудники ГИБДД в очередной раз просят горожан держаться за поручнево. Время движения. Снесут и заново построят. В Нижнекамске начался демонтаж долгостроя детского сада в 35-м микрорайоне. Планируется, что на его месте построят новое здание. Какое, сегодня выясняла Ахал Суйматова. Этот детский сад в 35-м микрорайоне начали строить ещё в постсоветские времена, в 90-е годы. Однако из-за отсутствия финансирования стройку заморозили. Тем не менее, предприимчивые нижнекамцы нашли применение этой территории и открыли здесь платную стоянку. А ведь водители рискуют, оставляя здесь своих железных коней. Находиться рядом уже давно небезопасно. Это место в своё время облюбовали бомжи. На стройке часто играли дети. Сейчас, когда здание начали демонтировать, жизненница 35-го микрорайона Валентина Шурыгина не нарадуется. А вот Светлана Атланова, мама двухлетней Ариши, мечтает о другом, о новом детском саде. Новый микрорайон строится, все садики вокруг переполнены. Так что очень бы хотелось, чтобы построили детский сад. И ещё бы желательно в этом же микрорайоне где-то новую школу построить. Третья школа у нас вся переполнена. Разговоры о том, что здесь хотят построить новый детский сад, ходят давно. Сегодня эту информацию подтвердили в управлении дошкольного образования. В настоящее время мы ждём распоряжения кабинета министров Республики Татарстан. На этом месте мы планируем построить детский сад на 260 мест. Новый детский сад будут строить по республиканской программе. И скорее всего уже в следующем году. Пока же строителям нужно скорее закончить демонтаж. Ведь здание настолько обветшало, что даже фундамент будет разобран. Алсу Юматова, Ренат Харасов, Новости НТР. Сегодня по всей стране отмечают День памяти жертв политических репрессий. В стенах техникума нефтехимии и нефтепереработки учащиеся организовали небольшой концерт и минуты молчания почтили многочисленных жертв неспокойных времён. Такие встречи организовывают специально, чтобы привлечь внимание молодёжи и всего общества к проблеме насилия над людьми с другими политическими взглядами и убеждениями. Сегодня в Нижнекамском районе проживает 192 человека, чьи семьи были репрессированы. История у нас очень грустная. Особенно после Великой Отечественной войны, после войны. Наши родители, деды, все были высланы с места проживания. Причём за двое суток. Бросая всё. Кровь. Всё, что нажито. Животных. Всё это. Вагоны вскотные вывозились в Сибирь, в Казахстан, выбрасывались. Ну, досталось, конечно, нашим родителям очень тяжело. Оторвать от земли, отобрать всё, что нажили большим трудом. Всё это. И забросили на Урал, в тайгу. Отца там в шахты загнали. Там уголь добывали. Отрезали косы и научили различать гул самолётов. Именно так ветераны описывают то время, когда началась Великая Отечественная война. В Нижнекамске всего три человека, которые в 41-м году защищали подступы к Москве. В эти дни героев поздравляют и благодарят за их подвиги. С подробностями Наталья Лушенькова. Осенью 1941 года фашистская Германия вплотную подошла к Москве. Настолько вплотную, что германские генералы в бинокли могли рассматривать город. В эти тяжёлые времена в ряды Красной Армии стали призывать девушек, многие из которых потом примут участие в решающей битве за Москву. Одной из них была Александра Ивановна, которая ушла добровольцем на фронт в апреле 42-го. Тогда главным боем 18-летней Саши стала оборона Москвы. А главной потерей – пышные косы. Эшелоном ехали до Москвы. Когда приехали в Москву, нас разместили в Чернышевских казармах. Там нас переодели, девушек, мы же, смотря, не приехали. Сейчас вот прически нет. Подстригли нас. Сегодня Александре Ивановне 92. За эти годы многое пришлось пережить – смерть мужа и сына. Но многому и порадоваться рождению внучки, а теперь и успехом правнучки Маши. Однако война не отпускает все эти годы. Александра Ивановна до сих пор помнит гул вражеских самолетов. При появлении самолета нужно было опознать, какой самолет, на какой высоте и по какому курсу. Днем это можно было по фюзеляжу, по крылу, по хвосту. Ночью – только по шуму мотора. У «Юнкерса-88» мотор, когда работает такой воющий, уже сразу слышишь, что это «Юнкерс-88». «Юнкерс-111» – у него мотор ухающий. По этим донесениям оповещались зенитные батареи и в воздух поднимались наши истребители, чтобы не допустить вражеские самолеты к Москве. В доме Александра Ивановны сегодня гости. Они пришли поклониться женщине, благодаря подвигу которой враг так и не смог войти в Москву. Вы молодец, вы очень хорошо выглядите, дай Бог здоровья. Вы как будто бы в том юном возрасте, когда выбрались за Москву. В нашем муниципальном районе их осталось три человека. Одна из них – Александра Ивановна, еще двое участников войны, к которым мы сейчас поедем домой. К сожалению, время вот так вот быстро идет. Буквально лет 10 назад их у нас было больше 50 человек. Поэтому мы обязаны помнить, хранить память и чтить оставшихся наших ветеранов. Наталья Лушникова, Максим Липин, Новости НТР. Ежегодные инсульты случаются у тысячи нижнекамцев. В 2015 год прошел в России под эгидой борьбы с одессивно-состудистыми заболеваниями. Сейчас самое время вспомнить о них, как избежать заболеваний и какую профилактику необходимо проводить. Подробности далее. 29 октября отмечают Всемирный день борьбы с инсультом. Ежегодно в Казани эта болезнь поражает 5000 человек. По Татарстану эта цифра в два раза больше. Не застрахован никто. У меня начала нога затаскивать коврики и прочее. Так вот тащится, коробка спичек из рук начала падать. Ни боли, ничего нет. Жена смеется и отправляет меня лечиться. Врачи говорят, бить тревогу пора. Если у вас возникла слабость в конечностях, появилась асимметрия лица. Это уже говорит о том, что пора обратиться за помощью к специалистам. Инсульт легче предотвратить. А вот реабилитация после удара проходит в несколько этапов. На нулевом этапе, когда пациент попадает в отделение реанимации или блок интенсивной терапии, инсультного отделения проводится чаще всего то самое лечение положением. Затем пациенты переводятся на следующий этап. Это отделение реабилитации для больных с нарушением центральной нервной системы. Третьим этапом становится амбулаторное лечение в клинике. В качестве профилактики инсульта доктора рекомендуют гулять не меньше 40 минут в день и регулярно проверять уровень сахара в крови и артериальное давление. В Нижнекамске в скором времени появятся три новых храма. Об этом сегодня говорили на собрании духовенства. Подробности в следующем материале. Понятно, что я думаю, каждый из вас скажет, что хвозди не хватает, краски не хватает. Правильно, там забот починить надо, там что-то сделать. Все мы это можем сказать. Но кроме этого у нас, наверное, есть какие-то и по большей мере очень духовные нравственные вопросы. О гвоздях и красках говорить и не думали. Первый вопрос, который подняли служители церкови, это отношение людей к религии. Порой в храмах бывает пусто. Люди относятся к духовности с безразличием. А в наше неспокойное время, считает отец Иоанн, это недопустимо. К тому же с недавнего времени у Нижнекамска есть свой владыка Пармен. Он и поставил задачу служителям церкви быть ближе к народу. Старался проникнуть в человеку, достучаться до сердца, достучаться так, чтобы у человека были и принципы, и направления духовной, нравственной жизни. Это все-таки, воистово слово, святые. В Нижнекамске в скором времени появятся три новых прихода. Один из них в 49-м микрорайоне. Это будет первый в Нижнекамске кряшинский храм. Также затронули вопрос реставрации старых церквей. К примеру, в селе Шакшино восстановлением храма занимаются уже давно. Однако средств на это нужно немало. Потому служители церкви попросили помочь муниципалитет. Обсудили и другие проблемы. У нас всегда вопросы возникают по поводу транспорта. Мы в частном порядке обращаемся, например, к генеральному директору ПТП. Можно ли как-то сотрудничать? Может быть, на какой-то постоянной основе? Что вот это нужно? Мы тоже, как и вы, вынуждены выходить с письмом, с просьбой предоставить этот транспорт. Но, естественно, безвозмездный транспорт не предоставляется. Собрание духовенства – это своеобразная подготовка ко второму форуму православной общественности республики, который пройдет в Казани 27 ноября. На этих собраниях обозначаются вопросы, которые преследуют и государство, и церковь, потому что они касаются нравственности, развития духовного образования. Пейзажи российских городов, портреты близких людей. Персональная выставка художника Олега Исаева открылась в городском музее. Уникальный проект собрал более 80 полотен и инсталляций. Своей маме посвятил художник эту выставку. Некоторые работы, сделанные еще в студенческие годы, отдельные, написаны совсем недавно. Но в каждой звучит «Милая душе русская провинция». Хотел приурочить ее первой своей маме к 80-летию ее, в канунные 80-летия. Так как она прожила, как и все многие из нас, в деревнях мы прожили, многие из нас жители. Ну и также у меня детство прошло там, в деревне. И это мне тема близка очень, близка, родная, теплая такая душевная тема деревни. Этим летом художник со своей семьей побывал в старинных русских городах России. А наброски пейзажей Ярославля, Владимира, Тверина всегда остались на полотнах. Рядом знакомые виды Нижнекамского края и предметы старины – утюги, самовары. Для более объемного восприятия. Похоже, гости впечатлены. Очень приятно видеть динамику его творчества, видеть, как он развивается, какие новые идеи у него появляются, как он их воплощает в жизнь. Выставка очень понравилась, большое впечатление. Я и раньше видел его работы, с каждым годом все лучше и лучше, на мой взгляд. Особая любовь мастера – портреты. Простые, приятные лица. Среди них давний друг, известный нижнекамский художник Владимир Никольский. Он давно собирался мне написать, но, видимо, есть за счет цепиться там. Борода там, множество, все дела. Талантливый, растет с каждым годом, слава Богу. Я вот наблюдал, как он раньше писал, как сейчас. Это большой. А вообще время все поставить на свои места. Художник должен ничего работать. Спортсмен этим не тренируется, он рекордов не ставит. Так и художник, если он не пишет, и выставок не будет. Мечтает о своей выставке и дочь Олега Исаева. Девочка рисует с раннего детства. С папой у них полное взаимопонимание. Ему больше нравится смотреть детскими глазами на все. Старается видеть что-то необычное в жизни. Мечтает. Ну, всякое разное. Ну, фотографирует, любит многое рисовать потом. Выставка будет работать в городском музее до 15 ноября. Вход бесплатный, а понравившиеся работы можно приобрести. Яна Чупахина, Евгений Лызаев, Новости НТР. Приятная новость для представительниц прекрасного пола. В город приехала меховая выставка российской фабрики «Зимняя сказка». Большой ассортимент, приятные цены и гарантия качества. Изделия фабрики «Зимняя сказка» из Кирова в Нижнекамск приезжают уже не в первый раз. И всегда удивляют своих покупателей не только ассортиментом, но и весьма приятными ценами. К примеру, стоимость норковых шуб начинается от 28 тысяч рублей. На выбор модницам есть классические фасоны и авангардный крой шуб. Размерный ряд от 38 до 68. Большой ассортимент и мутоновых шуб. Всего больше 600 видов изделий. Кстати, здесь же можно приобрести детские шубки и куртки. Представлен необычный выбор теплых жилеток. Как мужских, женских, так и детских. Имеются и головные уборы. Нижнекамцев здесь ждут приятные подарки. При покупке норковой шубы в качестве презента – мутоновые тапочки. Если вы купите шубку из мутона, вам подарят теплые шубинки. Приобрести качественную зимнюю вещь можно разными удобными способами. В том числе и в рассрочку. Представляем вашему вниманию шубки из норки, мутона. Также имеются в продаже жилетки, головные уборы, тапочки, шубинки. Расчет действует как наличный, так и безналичный. Также оформляем кредит прямо на месте. Можно без первоначального взноса, так и с ним. На весь товар дается гарантия качества. Выставка продажи в фабрике «Зимняя сказка» пробудет в Нижнекамске всего два дня. Сегодня и завтра находится меховая выставка в Доме народного творчества. Посетить ее можно с 10 утра до 7 часов вечера. Любители шансона завтра могут посетить концерт Татьяны Анзиной и группы «Оскар». Двухчасовое выступление состоится в Доме народного творчества. Изюминкой вечера станет интерактивное общение. Авторские народные песни, шансоны, лирика на генеральной репетиции побывал мой коллега Вадим Струминский. Уже завтра им придется радовать нижнекамцев отличным вокалом, а пока последние штрихи оттачиваются на генеральной репетиции. Для Татьяны Анзиной и группы «Оскар» это будет второй полноценный концерт в Нижнекамске. На этот раз артисты немного обновили формат своего творческого вечера. В отличие от первого выступления на большой сцене добавится интерактив со зрителями. Мне казалось, что этого не хватало на том концерте, потому что контакт со зрителями я спускаюсь всегда в зал. Я стараюсь как-то каждому заглянуть в лицо. Мы поем, мы как-то радуемся, мы сопереживаем, потому что сопереживание это самое главное чувство, потому что есть какой-то смысл в песнях, которые мы поем. Каждая песня это маленькая история. Кстати, творческому тандему Татьяна Анди на группу «Оскар» всего два года. Однако, как признаются артисты, ощущение, что они знакомы целую вечность. Завтра со сцены Дома народного творчества прозвучит множество композиций жанра шансон, а также народные песни. Приходите, будет очень интересно. Живой звук, живая музыка будет очень круто. Мы вам обещаем. Концерт пройдет в Доме народного творчества и продлится два часа. Начало в 17.00. Цена билета 350 рублей. Вадим Струминский, Ильгизар Нуреев, Рафаэль Ракипов. Новости НТР. Далее спортивный обзор от Кирилла Давкаева и новости на татарском языке. Напоминаю, связаться с нашей редакцией можно по телефону 40 07 70 и через сайт ntr tv.ru. На этом я с вами прощаюсь. Желаю приятных выходных. Всего хорошего. Сегодня в новостях спорта. Звездный состав сошел с рельс. Как нефтехимик обыграл ярославский локомотив. Завершен чемпионат Татарстана по футболу. Кому достался заветный титул. Об этом и не только сразу после рекламы. Поверни левее. Не рискуйте техникой и кошельком. Новое поступление надежных крепежей, а также ресиверы и антенны по очень выгодным ценам в Макси Свет. Наш шеф сошел с ума. Для раковины 599 рублей. Для ванной 999 рублей. Для кухни 499 рублей. Город Нижнекамск. Корабельная 44. В новом автосалоне «Лада Транс Тех Сервис» гранта всего от 275 тысяч рублей. Нашли дешевле? Интересны цены на другие модели? Звоните нам. Мы точно сможем вас заинтересовать. Телефон 320-100. «Лада Транс Тех Сервис». Улица Первопроходцев, 14. «Зебра» приглашает нас закачательные новогодние банкеты. Зажигательная программа с загорелым гостем из Нигерии Абдуллахи Якубу. Здесь все просто. Звоните. 48-88-59. Заказывайте, заходите, зажигайте. 18+. По просьбам нижнекамцев с 7 по 11 ноября в музыкальном колледже лекции по народной медицине проводит профессор-фитотерапевт Хусаин Табиб. Начало в 13 часов. Вход свободный. Автосалон 116-й регион. К зиме готов. При покупке автомобиля получите зимние шины и сигнализацию с автозапуском в подарок. 116-й регион за вещевым рынком. Детская художественная школа номер 1 по просьбам нижнекамцев объявляет набор в группы по обучению основам черчения и живописи. Возраст от 15 лет и старше. Телефон 41-13-42. Адрес улица Бызова, 1-Б. Будьте прекрасными с прекрасным. 10 дней хорошего слуха в центре слухопродозирования «Атосфера». Скидка 10% на импортные слуховые аппараты. Ярмарка меда «Башкирский-Алтайский» с 30 октября по 5 ноября в Доме народного творчества с 9 до 18 часов. Нижнекамский сварочно-монтажный колледж объявляет набор на подготовку водителей транспортных средств категории «Б». Справки по телефону 36-84-45. Доверяйте профессионалам. Внимание! Только один день 31 октября в субботу. Распродажа конфиската, обувь, дубленки, кожаные куртки. Работаем с 10 до 18 часов. Адреса Кайманово, 9, Татарский драмтеатр, Мурадьян, 32, Торговый центр «Родник». В бюро находок имеется диплом профессионального лицея 66 на имя Баталовой Айгульфарильевны, а также ИНН на имя Седиковой Айгульфарильевны, найдены 28 октября. Карта банка «Аверс» на имя Дениса Бурлакова. Сотовый телефон ЗТЕ черного цвета в черном кожаном чехле, найден 24 октября по Мира-70. Свидетельство о смерти на имя Карповой Татьяны Леонидовны, найдено в районе Бызовского рынка. Паспорт, страховое свидетельство и ИНН на имя Минибаевой Гульнары Ивановны. Ключи от квартиры с брелоком Ахмати на 1,19 октября во дворе студенческой 32Б. На телеканале НТР обзор спортивных новостей в студии Кирилл Довкаев. Здравствуйте. Взяли реванш. Хоккейный нефтехимик провел домашний матч с безоговорочным лидером текущего чемпионата Ярославским локомотивом. В этом году команды уже встречались. Тогда сильнее оказались железнодорожники. Именно они ехали в Нижнекамск в статусе фаворита поединка. Но, как известно, не всегда побеждает сильнейший. Ворота команды Кирилл Дмитрий защищает бельбарный кубок. Статистика побед к этому матчу химиков была неутешительная. Лишь 7 из 14 домашних игр остались за нижнекамцами. Со старта команды начали обмениваться взаимными выпадами. И на третьей минуте выход Павла Куликова к воротам гостей завершился голом. Нефтехимики могли забить еще, но колесник держался. Ближе к перерыву железнодорожники заработали удаление. И нижнекамская дружина не применула этим воспользоваться. На 18-й минуте Максим Рыбин упрочил преимущество. Бросок от синей линии и 2-0. Перерыв пошел на пользу гостям. Локомотив владел преимуществом, много раз играл в большинстве. Стоит и дать должное нижнекамской обороне, которая держалась, но до поры до времени. Под занавес периода Ирженоватны потребовалось чуть больше минуты, чтобы оформить дубль, сравнять счет. После этого Виталий Коваль уступил свое место Судницыну. К радости местных болельщиков за 4 минуты до перерыва Андрей Сергеев вернул лидерство нижнекамской команде. Начало третьего периода для гостей не сложилось. На второй минуте Марат Хайрулин пробил створ колесники и открыл счет своим голам в КХЛ. 4-2. В целом завершающий отрезок игры выдался самым напряженным и потрепал немало нервов нижнекамским болельщикам. К середине периода «Нефтехимика» остался в меньшинстве, и «Локомотиву» все-таки удалось этим воспользоваться. 4-3. За две минуты до конца встречи гости снимают вратаря, но организовать финальный штурм у Ярославцев не вышло. На табло 4-3 победа «Нефтехимика». Результат негативный, конечно, но я все равно благодарен игрокам, потому что много трудностей перед этой игрой было внутри команды. Они остались, никуда не делись. Там и кадровые есть. Поэтому старались выиграть сегодняшнюю игру и приложили максимум усилий. Но, как я сказал, проблем очень много перед сегодняшней игрой у нас было. Немножко не помогли Ковалю. Скажем так, он, в принципе, играл неплохо. Один раз наш нападающий выпустил своего игрока, и потом бросок с центра прошел. Ну, так все. Ну, хорошо, что там потом Судницын встал, все нормально. Вторая домашняя встреча и вторая победа. «Нефтехимик» переместился на пятую строчку Восточной конференции. Теперь ближайший матч пройдет лишь 10 ноября. На выйде нижнекамская команда сыграет против «Югры». В эти минуты нижнекамский реактор на домашней арене принимает Тольятинскую ладью. В рамках текущего чемпионата команды еще не встречались. К этому матчу реактор подошел на четвертой строчке Восточной конференции, набрав за 16 игр 32 очка. В последних пяти матчах наши хоккеисты одержали победы над командами «Стальные лисы», «Сарматы» и «Толпар». У гостей статистика не такая позитивная. Ладья на 14-й строчке Востока за последние пять игр в четырех она потерпела поражение. Матч проходит на льду «Нефтехимарены». Вход свободный. Повторная игра Стольятинской команды состоится в эту субботу. Начало в час дня. Теперь о футболе. Завершился республиканский чемпионат. Имя победителя стало известно в последнем туре. На эту роль претендовали Шинник и Бугульма Рунака. Нижнекамцы в Челнах встретили сопротивление дублеров КамАЗа. Игра выдалась по-настоящему напряженной. Нули на табло красовались вплоть до 41-й минуты, когда Илья Михайлов вывел наших игроков вперед. На перерыв Шинники ушли, ведя в счете. Хозяева отыгрались на 56-й минуте, но ничья Нижнекамцев не устраивала. Из 59-й до 77-й минуты в воротах команды из Автограда побывало сразу три мяча. 4-1 победа Шинника. В параллельном матче еще один претендент от чемпионства Бугульма Рунака потерпел поражение от авангардию США Савинова. Таким образом Шинник стал чемпионом. От республиканского к всероссийскому футболу. В эти выходные игроки «Нефтехимика» сыграют заключительный матч второго круга. В Ульяновске нашу команду примет местная «Волга». Команды уже встречались в рамках первого тура на стадионе в Нижнекамске. Тогда в сухую победу со счетом 2-0 одержали наши футболисты. На данный момент команда из Ульяновска находится в середине турнирной таблицы. У них 23 очка за 17 игр. «Нефтехимик» сохранил лидерство, имея в активе 37 очков. В последних шести встречах подопечные Рустема Хузина не пропустили ни одного мяча. Матч пройдет в воскресенье, 1 ноября. Прямая трансляция будет вестись на официальном сайте ПФЛ. На сегодня у меня все. Смотрите далее в эфире НТР прогноз погоды и программа «Инолы Клар». А до понедельника я с вами прощаюсь в спортивных выходных. Погода в Нижнекамске на 31 октября. Ночью минус 3 градуса. Утром минус 2 градуса, пасмурно, небольшой снег. Днем пасмурно, небольшой снег и минус 1 градус. Вечером минус 4 градуса, ясно. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Влажность воздуха 74%. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok